Аспирант Самарского государственного университета Евгений Злобин занимается эксплуатацией установки прямого лазерного выращивания. От подготовки деталей от 3D-моделя до готовой управляющей программы, по которой изготавливают деталь корпуса газотурбинного двигателя. Мне очень интересно этим заниматься. Во-первых, тут есть место и для творчества, и для создания чего-то полезного, для нужд авиационной промышленности, для каких-то проектов нашего университета по созданию газотурбинных установок. И очень приятно внести свой вклад в реализацию этих проектов. 16 ноября в Самарском университете имени Королева открыли второй в России центр аддитивного производства. Он войдет в создаваемую в стране национальную сеть аддитивных и сопутствующих технологий. Одна из задач центра – совместное создание Самарской двигательно-строительной корпорации высокотехнологичного производства деталей и узлов газотурбинных двигателей с повышенными функциональными характеристиками. Все технологические возможности, тот опыт, то, что мы в настоящий момент получили, действительно позволят шагнуть нам и оставаться в авангарде технологических, логических, инновационных, передовых таких вот, ну, как бы, лидеров именно по изготовлению современных образцов, инновационной продукции, современных образцов газотурбинной техники. Сейчас специалисты центра отрабатывают технологии изготовления деталей двигателя при помощи лазерного выращивания и лазерного сплавления. Инновационные технологии позволяют не только сделать производство дешевле, но и в разы сократить сроки изготовления деталей. Простую геометрию, то есть прямоугольная коробка, вот такого формата, можно вырастить за пару дней. Если мы будем, допустим, ее лить, либо выращивать порошком, это будет, ну, месяца, а то и больше. Гражданин Бразилии, инженер Хаберто Дио Варенга, живет в Самаре 6 лет. Сначала окончил в университете магистратуру, теперь учится в аспирантуре. Он понимает необходимость создания таких центров. Это мощные технологии, перспективные, серьезные заводы. Нужно решить свои дела через такие технологии. И мы зарабатываем здесь, чтобы решить проблемы. Всегда проблемы есть, и мы решаем. В Бразилии у нас тоже есть аэростроительство, но не как в России. У вас аэрокосмическая промышленность очень разработана. Поэтому я здесь тоже, чтобы обмен делать между нами. И вот, здесь очень интересно. После того, как на базе центра разработают и отработают технологии изготовления деталей, ее передадут на производство для серийного внедрения. Светлана Тимофеева, Игорь Казановский. События.